Дети ветра. Чувашские сказки. Едем по Чувашии и слушаем Чувашские сказки. Издание 1988 года. Чебоксары. Чувашское книжное издательство. Дети ветра. Жила когда-то в нашем крае вдова. И был у нее сын Иван, 10 лет от роду. Единственный помощник матери. Однажды мать посылает мальчика на мельницу смолоть рожь, а ехать не на чем. Жили они бедно. Не то что лошади, курочки любой и то не было. Закинул Иван мешок за спину и пошел пешком. Шел-шел, а когда устал, решил отдохнуть. Огляделся, хотел поставить мешок на пенечек, но споткнулся вдруг и упал. Мешок развязался, а все зерно высыпалось на землю. Тут откуда ни возьмись налетел сын ветра и разнес зерно по всему полю. Пригорюнился Иван, да делать нечего. Взял он пустой мешок и побрел обратно домой. Рассказал матери, какая беда приключилась с ним в дороге. А мать говорит, вступай, сыночек, в дом детей ветра, расскажи хозяйке, как все было. Вдруг она пожалеет нас, вернет рожь. Послушался Иван, отыскал дом детей ветра и пожаловался к хозяйке. Твои сыновья развеяли по полю наши последние зернышки. Не вырастет теперь у нас рожь. Не станет хлеба, помрем мы с голоду. Хорошо, мальчик, говорит мать детей ветра. Подожди, пусть вернутся дети. Вот пришел домой старший сын. Мать показывает ему на Ивана. Сынок, не ты ли развеял по полю рожь этого мальчика? Я корчу столетние дубы в лесу. К лицу ли мне обижать детей? Потом вернулся средний сын. Сынок, не ты ли это озоровал? Раскидал из мешка последние зернышки бедного мальчика, спрашивает его мать. Буду я связываться еще со всякой мелочью. Я срываю крыши с домов, ломаю крылья ветряным мельницам, недовольно отвечает тот. Тут прилетел младший ветерок. Увидел Ивана и сам во всем признался. Что дадим мальчику вместо ржи, спрашивает мать у сыновей. Отдай ему волшебный пирог, говорят дети ветра. Хозяйка дала Ивану пирог и наказала не пробовать его до самого дома. Иван взял пирог, обещал не трогать его и вихрем помчался домой. Но не успел он пройти и полпути, как наступил вечер. Недалеко от дороги жила тетя мальчиком. Вот он и решил переночевать у нее. Тетушка, ты не вздумай пробовать этот пирог. Его до самого дома трогать неверено, предупредил Иван. Ладно, ладно. Умаялся поди за день денежкой.